Строение и жизнедеятельность бактерий Очень часто бактерии образуют скопления в виде длинных изогнутых цепочек, гроб и пленок. Некоторые бактерии имеют один или несколько жгутиков. Среди бактерий есть подвижные и неподвижные формы. Подвижные передвигаются за счет волнообразных сокращений или при помощи жгутиков. Строение бактерий Бактериальная клетка окружена плотной оболочкой, благодаря которой сохраняют постоянную форму. По составу и строению клеточные оболочки бактерий существенно отличаются от оболочек растений. Оформленного ядра, отделенного от цитоплазмы, ядерной оболочкой в клетке нет. Ядерное вещество у большинства бактерий распределено в цитоплазме. Итак, все, что наполняет бактериальную клетку, жидкая субстанция, это цитоплазма. Сверху эта цитоплазма отграничена от внешней среды оболочкой. Клетка имеет жгутики, при помощи которых она передвигается. Внутри клетки ядерное вещество и включение в акуоли с запасными питательными веществами. Распространение бактерий Практически нет места на Земле, где бы не встречались бактерии. Они живут во льдах Антарктиды при температуре минус 83 градуса. В горячих источниках, температура которых достигает 85 градусов. Особенно много их в почве. В одном грамме почвы могут содержаться сотни миллионов бактерий. Число бактерий различно в воздухе, проветриваемых и непроветриваемых помещениях. Так в классе после проветривания перед началом урока бактерий в 13 раз меньше, чем в той же комнате после урока. Условия жизни бактерий разнообразны. Одним из них необходим кислород воздуха, другие в нем не нуждаются и способны жить в бескислородной среде. Питание бактерий Большинство бактерий питаются готовыми органическими веществами. Лишь некоторые из них, например, сине-зеленые или циано-бактерии, способны создавать органические вещества из неорганических. Они сыграли важную роль в накоплении кислорода в атмосфере Земли. По способу питания бактерии, питающиеся готовыми органическими веществами, делят на две группы. Сапрофиты от греческого сапрос, гнилой и трофе, питание, пища, получающие органические вещества из отмерших организмов или выделений живых организмов. И паразиты от греческого паразитос на хлебник. Итак, сапрофиты, питающиеся отмершими организмами, и паразиты, питающиеся органикой живых организмов. Паразитизм у бактерий распространен очень широко. Существуют даже бактерии, паразитирующие в теле бактерий других видов. Среди бактерий-паразитов много болезнетворных, вызывающих различные заболевания у растений, животных и человека. Вот разнообразные виды бактерий, снятые под электронным микроскопом. Вот у этой бактерии хорошо видна оболочка, жгутики, ядерное вещество и мелкие вакуольчики. Ну, тут шикарные жгутики на всем теле бактерий, чтобы могла передвигаться быстро. Разножение. Разножаются бактерии делением одной клетки на две. При благоприятных условиях деление клеток у многих бактерий может происходить через каждые 20-30 минут. При таком быстром размножении, потомство одной бактерии за 5 суток способно образовать массу, которой можно было бы заполнить все моря и океаны. Однако в природе этого не происходит, так как большинство бактерий быстро погибает под действием солнечного света, при высушивании, недостатке пищи, нагревании от 65 до 100 градусов Цельсия, под действием дезинфицирующих веществ, в результате борьбы между видами и т.д. Лишь у некоторых видов бактерий образуются особые клетки-споры. От греческого спора – семя, при помощи которых они могут размножаться. Ну, вот здесь размножение показано. Размножение прямым делением. Клетка делится пополам. В неблагоприятных условиях, при недостатке пищи, влаги, изменении температуры, цитоплазма бактериальной клетки, сжимаясь, отходит от материнской оболочки, округляется и образует внутри нее, на своей поверхности, новую, более плотную оболочку. Такую бактериальную клетку тоже называют спорой. От греческого, если помнишь, спора – семя. Споры некоторых бактерий сохраняются очень долго, в самых неблагоприятных условиях. Они выдерживают высушивание, жару, мороз, не сразу погибают даже в кипящей воде. Споры легко разносятся ветром, водой и так далее. Их много в воздухе, в почве. В благоприятных условиях спора прорастает и становится жизнедеятельной бактерией. Споры у подавляющего большинства бактерий – это приспособление к выживанию в неблагоприятных условиях. Внизу схема образования спор. Всего вам доброго, удачи, до свидания.